Попытка выйти в эфир. До сих пор проблемы с интернетом все лико глушит. Итак, сегодня эфир про эмоциональный детокс и о том, что мы вновь начинаем вести наши программы базовые, которых очень давно не было. Это детокс, это гедонизм мы хотим сделать весной. Мы сейчас перезаливаем, перезаписываем концентрацию. Хотим перезаписать полностью красивую кожу. И вообще все обновляем. И у нас стартует 1 сентября эмо-детокс. Это наша самая базовая входная программа, через которую нужно пройти всем. То есть это то, что готовит ваш ум, ваше сознание к тому, чтобы хоть как-то справляться со своим эмоциональным планом, со своими мыслями, со своими переживаниями, с ежедневно накопленными свежими проблемами. Потому что это, конечно же, ежедневная, скажем так, система пищеварения. То есть вы что-то потребляете, вам нужно это переварить, как-то метаболизировать. И, конечно, нам нужно разогнать метаболизм, в том числе эмоциональный, если вы хотите себя хорошо чувствовать. У меня есть интересный опыт. Когда я смотрю в клинике, мы делаем диагностику на Lotus Onyx, и он показывает яйцо энергетическое. И большинство людей почему-то уверены, что энергии должно быть так много, насколько возможно. Типа чем больше, тем лучше. Не понимая, что есть так называемое энергетическое ожирение. То есть, например, от того, что вы бесконечно едите или жите, например, ничего в вашей жизни прекрасного не происходит, вы просто ожиреете. То же самое происходит с энергией. То есть я очень часто по снимку тонкого тела вижу, что человек пытается набрать энергию или ее никак не тратит, и у него ожирение по энергетике на тонком плане. Это все нагрузка. Есть еще эмоциональный план, и там тоже бывает, скажем так, ожирение. Что такое чаще всего ожирение? Это застойный процесс. То есть это что-то, что вы набрали лишнего, не переработали, потому что у вас недостаточно разогнан метаболизм. Мы не говорим, что нормальная форма человека — это 43 килограмма, как эталон внешнего вида. Мы говорим про реальные излишки. То есть у нас есть реальные излишки, когда вы там на энергетическом плане весите 130 килограмм, вам, конечно, уже тяжеловато. И это уже дает неправильную нагрузку лишнюю. И в эмоциональном плане тоже, если вы 130 килограмм весите, вам тоже тяжеловато. Вы с собой это каждый день тискаете. И все курсы, которые мы делаем, они направлены в первую очередь на метаболизм. Мы не работаем с физическим телом, но мы работаем с эмоциональным телом. И, например, в зерклах Козырева мы работаем еще с тонким планом, и тоже там это все вращаем. В том числе я с собой это тоже делаю. И эмоциональный детокс – это базовая программа, где я учу самоанализу, саморефлексию. Это такой курс по soft skill. Очень популярное слово, никто не понимает до конца, как это нарабатывается. Что такое софты? Софты – это умение коммуницировать со внешним миром. Мягко, контактно, не агрессивно, не болезненно, ни для других, ни для себя. Чтобы выйти на этот уровень, нужно научиться контактировать с собой неболезненно. Потому что если вы там самоабьюзер какой-нибудь дикой шарой, понятно, что вам все время больно, у вас там все время какое-то надломленное, сложное состояние, болевое, открытая рана, то в таком состоянии сложно коммуницировать мягко и без потери со внешним контекстом мира. Поэтому на этом курсе мы именно выстраиваем вот эту внутреннюю, внешнюю коммуникацию, такая инженерия, общение. И через это мы запускаем эмоциональный метаболизм, который дает нам переработку старых, каких-то отложенных эмоций, где-то подзабытых, где-то они у вас просто не переваривались, например. То есть нужно будет сначала почистить то, что внутри, это определенная приборка. И во второй части курса он рассчитан на два месяца, то есть первый месяц примерно мы только внутрянкой разбираемся. Во второй мы плавно переходим во внешнее общение, потому что там тоже нужны определенные скиллы и навыки. И вот во второй месяц мы учимся более мягко общаться, коммуницировать со внешним миром. На самом деле это такая база баз, потому что даже если вы в терапии и вы на каких-то тренингах, то каждый день у вас есть какие-то ситуации, которые требуют того, чтобы вы их разгребали сразу. Вы не можете там копить целую неделю вопрос и потом идти разгребать это с терапевтами. У кого-то вообще нет терапевтов, у кого-то нет возможности, у кого-то нет доверия. И я всегда говорю, что самоанализ это самая глубокая ветка и самая крутая, доступная и прогрессивная ветка терапии. Это работа с самим собой, в какой-то момент вы достигаете там честности. Себе врать, конечно, можно, там обходить какие-то моменты, потому что будет больно, рановато пока идти в какие-то вещи, в болевые точки, на них давить. Но со временем вы все равно, когда чуть-чуть приберетесь, вы можете до самых грязных углов добраться. Я думаю, что с самим собой это часто проще, чем с терапевтом, потому что терапевту еще нужно довериться. Да, курс называется «Эмоциональный детокс». До него, конечно, нужно пройти концентрацию, потому что нет смысла ни один курс у меня покупать, и ни один курс в этом мире, и нет смысла книги читать, слушать подкасты, смотреть чьи-то интервью, если вы не прошли концентрацию, потому что средний тест среди всех людей, которые проходили этот курс, первый тест — это примерно 40 секунд. 40 секунд у людей концентрация. Что такое концентрация? Концентрация — это длина отрезка времени, в которой вы можете находиться в одном месте, то есть здесь и сейчас вот это пресловутая. Это когда у вас мысли в одном месте, тело в одном месте. Когда мысли и тело в одном месте, у вас «Эмоциональный фон» тоже собирается, и он понимает, что происходит. 40 секунд — средний показатель всех людей, с которыми я работала, — это несколько десятков тысяч человек. Раньше мы делали очень большие запуски по концентрации, там было по 20 тысяч человек, например, за заход. То есть мы, не знаю, ну больше 50 тысяч человек точно прошли. Каждый день у меня её сколько-то человек тоже приобретают, проходят. И 40 секунд — это средняя длина. О чём это говорит? О том, что вы можете воспринимать информацию, которая к вам идёт, да, и которую вы пытаетесь поглотить, 40 секунд. То есть вот я вам говорю, и вы что-то 40 секунд понимаете. После этого ваш мозг, независимо от вас, ваше внимание отрубается, проваливается, куда-то, и потом всплывает через какое-то время, мы не знаем, через какое. И вот с тех пор, как оно снова всплыло, ещё 40 секунд оно способно воспринимать, что происходит в реальности. И что бы я вам ни сказала, вы слышите несколько кусков по 40 секунд. Потом вы из этого склеиваете такого фринкенштейна, и думаете, что это я вам сказала. Хотя вы это всё просто кусками сами себе придумали. И мир дико деструктивный, потому что мы все вот с этим клиповым вниманием мы не можем полноценно получить от другого человека информацию, никакую. То есть я вам что-то рассказываю про свои чувства, вы их не можете понять, потому что вы куски оттуда вырезали, да, то есть там монтаж. У вас свой монтаж в этот момент происходит. Я кому-то рассказываю задачу какую-то, да, там по работе, например, пытаюсь поставить кому-то задачу как руководитель. Так, сейчас хачиков почистим. Мои любимые клиенты всегда очень много активничают в эфирах. Если вы ставите как руководитель кому-то задачу, и человек вас не понял, почему, потому что вы ему сказали кусок. Он его смонтировал сам, и он понял по-своему. Но он уверен, что он правильно всё понял. Поэтому часто вот эти в конце конфликты, да, вот эти все смешные на тренингах приёмы, когда учат руководителей общаться. И вы сначала ставите задачу, а потом переспрашиваете у человека, что ты понял из того, что я там сказала или сказала. Это оправдано, потому что у людей реально очень короткая длина концентрации. Поэтому если вы собираетесь на любой курс, даже не мой, если вы хотите начать слушать подкасты, смотреть умные интервью, понимать книги, которые вы читаете, понимать фильмы, которые вы смотрите, то вам необходим этот навык. Чем хороша концентрация? Это навык, да, то есть это никак не связано с какими-то течениями психологии. Это не связано ни с какими религиями. Там нет ограничений по возрасту. Там не нужны никакие специальные дополнительные средства вам для того, чтобы её практиковать. Один раз поняв, что нужно делать, вы можете практиковать до конца жизни. Это супер короткая практика. Вам нужно там несколько минут в день для начала. В любом месте желательно, чтобы вы там были одни. И это очень легко. То есть я практикую везде. Могу практиковать в такси, если мне нужно. Я могу, не знаю, там в ванной пока сижу, откисаю, попрактиковать. Могу попрактиковать перед сном. Вообще, то есть там никаких сложных вводных. Мы просто тренируем мышцу, которая потом способна более длительные куски информации воспринимать, метаболизировать. И появляется прямая вот эта коммуникация без купюр. Без вот этого монтажа неадекватного. Привет-привет. И если вы хотите пойти на эмоциональный детокс, то вам нужно хотя бы пару недель концентрацию попрактиковать. Иначе вы просто не поймёте, что я говорю. Поскольку я уже достаточно сконцентрированный, отцентрированный, отцентрифужный тренер. Да, такой отжатый до смысла. Я не даю воду. И в любом моём эфире больше инфы, чем в большинстве курсов, которые продаются в этом мире за большие деньги. Поэтому ко мне, конечно, нужно приходить чуть подготовленными. Я очень отжатую инфу даю. Если вы там 15 секунд пропустили, то там будет большой кусок важной информации. То есть я не могу вам там 40 минут говорить воду. Вы из этого какие-то верхушки словили, поняли. И это суть. Нет. То есть я даю очень сухо. У меня никогда нет воды. Поэтому ко мне вообще не стоит заходить. Если у вас ещё не подготовленное осознание, нужно обязательно потренироваться. И хотя я говорю, что эмоциональный детокс – это базовый курс. Но это базовый курс относительно того уровня развития, где я. То есть без этого вообще есть что невозможно жить. 90% населения Земли не обладает вот этими первичными внутренними навыками общения, внешними. Да, у них нет скиллов, и они даже не понимают их важность. Поэтому это, конечно, начальный курс для моей аудитории. То есть моя аудитория более развитая. Это более уже циничная, более практичная аудитория, отжатая до смысла. Да, котлеток у нас нет в подписчиках. Мы их активно распугиваем сарказмом и интеллектом. Вот. Поэтому ребята в группе достаточно приятно собираются. То есть там совсем амбицилов не будет. Но, тем не менее, лучше приходить подготовленными, потому что работать с более прокачанной группой всегда интереснее получаются мастер-майнды. Мастер-майнды – это самая интересная часть любого курса, потому что там мы идём в глубину. То есть сначала я вам даю технику, потом вы её должны чуть-чуть потренировать, прийти к каким-то реальным вопросам в тупике. То есть я вам передаю технику, и у вас что-то не получается. И вот это вопрос. Если вы вообще ничего не попрактиковали, посмотрели как сериал-урок, ничего не сделали, сказать «Да, это всё хуйня, это всё понятно, как бы, я где-то уже это слышала, да и вообще звучит несложно». Вот. Оказывается, охуеть как сложно, потому что никто за все годы, которые я веду, например, концентрацию, не справился с ней с первого раза, вообще никто. То есть даже за пределы двух минут у меня никто не выходит на первичном тесте. Люди годами тренировались, не знаю, жили во шрамах, тусили с Тони Роббинсом в команде, прошли всю бизнес-молодость, там всё, что бывает, и у них концентрация две минуты. И это реальность. И поэтому здесь реально нужно делать, потому что тренинг — это тренировка. То есть это реальное действие. Тренинг — это не та инфа, которую вы как подкаст послушали, да, как такой развлекательный контент. Тренинг — это когда я вам даю достаточно отжатые упражнения. Они простые, но они вас очень сильно продвигают по тому пути, по которому мы идём. Это будет несложное упражнение. Раз в неделю я даю новое упражнение, да, какой-то навык, и вам нужно его тренировать целую неделю, рефлексировать по его поводу, и потом мы это обсуждаем в мастер-майдах. Или вы обсуждаете там с ребятами в чате. У нас, как всегда, ну, не как всегда, но в этот раз я сделала два формата участия, никакой веб-группы не будет. Мне не хватает времени столько мастер-майда ввести. Будет только автокурс, когда вы смотрите записи мастер-майда и уроки, и вы сами рефлексируете, и сами, да, всё это как-то делаете. У вас отдельный чат или даже нет чата. Ну, я думаю, что есть, потому что мы стараемся, чтобы всё равно вы как-то могли рефлексировать. В любом случае сделаем, это важно. И старшая группа, у них живые мастер-майда раз в неделю. Они достаточно длительные, они достаточно сложные. Часто бывают поверхностные, реже бывают глубоко, потому что все ленивые жопки, все думают, что я сейчас приду, посмотрю сериальчик и стану умнее. Нет, очень сложно, нужно практиковать, потому что мы можем зайти глубже, чем то, что я вам уже сказала, только через ваши тупиковые вопросы. Они должны созреть. То есть у вас должны созреть вопросы в течение курса. Например, я вам даю упражнение на неделю. В течение этой недели у вас должен появиться по ней вот этот рефлексирующий какой-то опыт и вопрос. Иначе мы начинаем отставать. Неделя на один навык — это адекватно. Вполне можно что-то успевать. За два месяца мы получаем новую личность. Уравновешенную, способную справляться своими эмоциями, с аналитическим умом, с более корректным общением, с более точными формулировками внутри, и те, которые вы произносите другим. Это очень хорошо устраняет конфликты. Степень напряжения просто падает кардинально. Можно выйти из основных крайних состояний, то есть выход из депрессии и выход из тревожных состояний. То есть это такой первичный курс, который вас из первичных состояний выводит. Если у вас депрессия или тревожность, вы новичок общих самопознаний. Ребята, которые этот путь прошли уже, у них там поинтересные задачки и проблемы. Они такие примитивно-поверхностные. Так что если депрессия или какая-то тревога, панические атаки, это крайние ветки тех эмоциональных качелек, с которыми мы будем работать. Мы будем учиться самоорганизации определенной, чтобы не зависеть от других. То есть не зависеть бесконечно от подруги, не зависеть бесконечно от того, чтобы поболтать с родителями, не зависеть от второй половинки, которая должна вас бесконечно накачивать смыслами и какими-то эмоциями. Независимая эмоциональная позиция дает устойчивость. И у вас пропадают страхи, кого-то из них потерять, где-то отстоять свои границы. Мы будем весь курс отлаживать, мягко корректировать свои границы, чужие границы тоже стараться не нарушать. И в конце у вас будет более спокойное состояние, страхи очень сильно уменьшаются, поскольку вы не боитесь уже так сильно, что ваши границы нарушат, что вы границы чьи-то нарушите. И у вас появляется, скажем так, определенная дистанция, она или увеличивается, или сокращается. Мы будем ее регулировать. И в обновленной версии детокса у нас входит также вот эта формальная, неформальная, интимная зона общения. Это самое важное, с чего, в принципе, это, наверное, 90% ваших проблем по жизни с внешним миром накоплено, потому что вы неправильно ориентируетесь в пространстве, неправильно себя не уместно ведете, у вас нераскачан эмоциональный интеллект и скиллы. И два месяца, если вы готовы плотно поработать, то будет устойчивый персонаж, независимый так сильно от терапии, от каких-то близких. Потому что чем сильнее мы зависимы, тем больше у нас страхи, и мы начинаем подстраиваться. То есть если вы сильно боитесь потерять вторую половинку, вы начинаете под ней подстраиваться. Если вы сильно боитесь потерять родителей, вы начинаете им подыгрывать. Если вы сильно боитесь потерять подругу, вы начинаете поддакивать. Даже если вы не согласны. И начинается вранье. После вранья чувства иные. И плюс очень сильное ощущение шаткости ситуации. То есть за счет того, что вы подыгрываете, поддакиваете или врете, отношения не становятся изнутри по ощущениям более крепкими. У вас внешне они присутствуют, а внутри все более шатко все. И у вас много сомнений, а вообще настоящее ли это отношение, на чем они держатся, и там такой страх понарастающий идет. Поэтому лучше это все вовремя сделать, лучше перевести все отношения в чистую, звонкую, более устойчивую, более реальную позицию, потому что многие в иллюзорной позиции в отношениях. И это даст много расслабления, потому что большинство из вас в третьем тупике у вас нет сил ни на что. Нет сил, поэтому нет желаний никаких. Вы ничего не хотите, вы просто по инерции живете в надежде, что когда-нибудь что-то на вас прекрасное упадет, намедитируете, надышите, там еще что-то, да, вам повезет как-то. Очень сложно погружать человека в какую-то яркую эмоциональную ситуацию, если он внутри дико разобран. Любое микропотрясение вас может просто убить вообще до конца. Вы можете схлопнуться, вы можете развалиться, у вас могут эмоциональные качельки еще сильнее раскачаться. Поэтому, конечно, нужно сначала проработать свою устойчивость, потом уже идти в какое-то глубинное знание, да. То есть эмодотокс — это вообще первичный курс, и после этого у нас есть ещё high-level — это гедонизм. Это там, где мы учимся проживать, там, где учимся использовать свое время, свои ресурсы, осознаем свои ресурсы, которые, в принципе, есть у всех, просто вы ими не пользуетесь, потому что у вас нету навыков. Гедонизм — очень сложный курс, мы его, наверное, проведем весной. Мне нужна, чтобы какая-то партия студентов созрела к этой мысли, была готова. Идти на него без любой подготовки не получится, никакого смысла, вы охерейте за первую неделю. Он идёт два месяца. У меня даже очень сильные игроки рынка, то есть там топы компаний, которые проходили гедонизм, они охеревали. Ну, потому что научиться жить — это очень сложный навык. И он будет весной, до этого у вас есть возможность концентрацию практиковать, хорошо внедрить амодетокс в свою жизнь. Может быть, кто-то на ключах, у нас там тоже очень много эмоциональной работы, да, по самоопределению, по транслированию. Это тоже всё очень хорошо налаживает коммуникации, вербальные, невербальные. Поэтому можете ещё успеть подготовиться к гедонизму, мы его тоже там раз в два года проводим. Большой сложный запуск, много эмоциональных ресурсов, там бесконечно, мы не готовы это всё запускать. Ну и, наверное, всё. В принципе, это вот такая база, то есть если вы хотите проделать путь к уровню устойчивости, например, как у меня, да, или, ну, кого-то из публичных людей, которые, вы видите, что они идееспособны, они не выгорают, у них нет диких эмоциональных качелей, они самодостаточны, они достаточно холоднокровны в уме, при этом они не совсем там отморозки, да, они испытывают какие-то эмоции. То есть это объёмные люди, которые обладают софтами, потому что софты дают силы, софты дают очень много сил, которые вы ни из чего не получите. То есть не получится там пожрать чего-нибудь и набраться этих сил, или полежать в спа и набраться этих сил, не получится. Силы скорее нужно экономить эмоционально, нежели их как-то нагнетать, потому что каждый день вы как дырявое ведро, из вас просто вытекают силы бесконечно. И вот если это подлатать, то, в принципе, у вас будет всегда хороший такой запасик. Можно выйти из всех эмоциональных качелек, можно прийти к определённому спокойствию, как вы знаете, сейчас это новая валюта, спокойствие, новая валюта. Мне нравится эта формулировка. Сколько стоит концентрация? Концентрация стоит 3 тысячи, мы её сделали специально по такой супер доступной цене, чтобы была возможность пройти у всех. Плюс там чат, в котором вы там, у меня девчонки несколько лет там ребята сидят, то есть вы один раз платите 3 тысячи, вам открываются все уроки, вас запускают в чат. И там очень мирный чат, там уже старички поддерживают новичков, то есть тоже такая определённая бирзовая организация, я вообще не лезу в этот чат. То есть там вот реально своя коммуна, и они вот как-то общаются, друг другу что-то помогают, вот, и всё это за 3 тысячи, в принципе, у вас остаётся в доступе. Эммадетокс, если автокурс с записью мастер-майндов 10 сейчас, с 1 сентября он будет 15. И 20 тысяч стоит с обратной связью, то есть там будет 8 мастер-майндов. В конце каждой недели я делаю мастер-майнд, как обычно по воскресеньям, ну, в среднем мастер-майнда где-то 5 часов, если большая группа, потому что дальше мастер-майнды уже сложно слушать. Как бы, в принципе, я иногда до 9 часов доводила мастер-майнды без перерывов, но потом очень вам не хватает времени их прослушать, изучить. Поэтому я, ну, финишу обычно на 5 часах, дальше уже нет смысла работать. Вип-группы не будет, у меня нет столько времени на мастер-майнды, поэтому если кто-то хотел вот, ну, вип-группы, то, не знаю, как бы, заходить в среднюю тут без вариантов. Ну, иногда, как девчонки делают, они проходят курс, и вот только когда у них уже там супер-вопросы вообще накопились, у них уже там такая квинтэссенция, они просто заходят на частную консультацию, это 200 тысяч встреч, а это 1,5-2 часа. За 1,5-2 часа я вас разработаю глубже, чем за 2 месяца, но вы должны быть уже все равно разогретые, и я очень редко их беру, потому что мне тоже жалко времени на одну единицу человеческую тратить. Но иногда, когда кто-то мощный, когда я вижу, что там прям вот уже ракета завлет, то я беру. Но я все равно вас всех запоминаю за время курса, теоретически это тоже. Так, все, да, есть какие-то вопросы у вас? Ну, давайте вопросы по теме. Сейчас посмотрю, может, вы уже что-то писали, мне интересно. Так, как попасть? Смотрите, вы заходите в Топлинк, в Топлинке всегда все мои продукты, как купить косметику в другие страны, по России, какие курсы, купить автокурсы, там всегда все есть. Если что-то непонятно, верхняя кнопка в Топлинке это техподдержка, там есть две кнопки техподдержки, одна по приобретению косметики, если там что-то с товаром у вас не так, или что-то с покупкой, или там с почтой, с доставкой, еще какие-то, не знаю, оплата не проходит, любой вопрос. Там есть техподдержка по косметозу, и вторая техподдержка по курсам, тоже что-то пошло не так, не знаю, там у вас что-то не проходит, что-то вы не поняли, где найти, там какие-то у вас уникальные вопросы, там может быть разница во времени, да, какая-то с нами, уточнить там расписание мастер-майндов, доступ после курса. В принципе, это все есть на сайте, да, вы заходите в Топлинк, там есть одностраничник под каждый продукт, и там есть вся информация. Если что-то не рассмотрели, идите в техподдержку, там Ксюша заправляет, еще несколько девчонок ей помогают, вот, и у нас техподдержка в WhatsApp, то есть это короткий путь, и там есть еще где-то техподдержка через почту. Но мне, если честно, через WhatsApp нравится больше, она как-то поприятнее. Так, самопродюсирование, живой поток планируется в ближайшее время. Самопродюсирование — большой сложный курс, то есть я его планировала на два месяца в прошлый раз, да, у нас был первый поток, но мы его и делали как тестовый, все знали, что мы тестируем тестовые потоки, мы не знаем, когда мы закончим. Мы их начинаем вовремя, а заканчиваем часто гораздо позже. В итоге мы его вели три месяца полностью вместо двух, и то мне не хватило, потому что девочки очень медленные, то есть они только-только начали что-то понимать. То есть, наверное, к концу третьего месяца они пришли к своим смыслам. А самопродюсирование, оно рассчитано на то, что вы уже какие-то свои смыслы нашли, и я вам помогаю их упаковать и стрельнуть это в пространство, да, то есть хотя бы начать как-то себя самопродюсировать. То есть самопрезентация, сторитейлинг, упаковка смыслов, донесение этих смыслов, упаковка своего контента по ключам. Там у нас ключи тоже включены частично, да, какие-то базовые, потому что вы должны себе вот такой личный бренд все равно создать для того, чтобы у вас кто-то нашел подходящий, выбрал и купил. Самопродюсирование — это путь монетизации того, чем вы обладаете. И я так скажу, что, наверное, ну, процентов 70 девчонок из курса за первые три месяца только поняли вообще, что они, кто они и почему они. И это нормально, потому что, конечно, это моя личная утопия, что все, блядь, такие понимающие, кто они, что они, уже себя полностью самоопределили, там всю жизнь над собой работали, вот пришли ко мне научиться сторитейлингу, упаковаться по ключам, и вот чтобы вот прям по спиральной динамике найти своего комфортного клиента, нихера. Но 30% были чуть подальше, а старшая группа вообще топчик, там все прокачанные пришли, они все уже в космосе. Вот, то есть там такие очень забористые девчонки, кто-то с опытом, кто-то с аудиторией, кто-то со смыслами, но у них был уже где-то очень твердый хороший старт, вот. Старшая группа, конечно, очень порадовала, было классно, но я хочу, чтобы все равно people приходил подготовленный. И если я не вела свои курсы, там, полтора года, да, по личным причинам, то есть мне просто было не до них, то у меня и нету подготовленной аудитории, просто нету. Люди, которые не пришли на концентрацию, вообще мне неинтересно, как клиент, это бесполезно, они просто зря деньги тратят. Люди, которые не прошли М и Детокс, я начинаю на любом курсе им давать М и Детокс, потому что у них два притопа, три прихлопа, они там в истерике, в панике, в депрессии, у них крайнее состояние, с ними дальше работать нет смысла. Я не могу упаковать девочку или сподвигнуть ее к самоупаковке, если она в крайнем состоянии, в депрессии, в агрессии, там, не знаю, в какой-нибудь панической атаке. И очень часто это приводило к тому, что мы запускаем какие-то новые жирные курсы, а я им начинаю опять вот эту эмоциональную базу, потому что пока он ее не решал, нет смысла. Это дырявое ведро, просто из нее вытекает с утра до вечера вот эта эмоциональная кровь, и она там просто раненая под битой солдат. Поэтому в этом году мы вот сейчас как раз идем по хорошей стройной системе. Я вам всем рекомендую срочно зайти на концентрацию, это вечный продукт, то есть вам нужно ее все время тренить, пока вы не почувствуете, что у вас крепкие результаты во всех сферах жизни. Чем интересна концентрация, она дает постепенные результаты абсолютно во всех. Невозможно стать сконцентрированным и не улучшить отношения, не повысить себе доход, не сменить окружение, не улучшить качество жизни. Просто не получится, то есть это будет везде какой-то движ. Потом мне нужно, чтобы все прошли эмодетокс, и вот после эмодетокса у нас 1 ноября у нас запуск самопродюсирования. И получается, что у нас ноябрь-декабрь, в январе мы его доводим, потому что там у всех будет много времени, да. Может быть, как раз кто-то получит знания и там в январе на каникулах серьезно займется самоупаковкой. В каникулы классно делать это, потому что, ну там реально нужно много рефлексии, много делать, много думать, там какие-то пробовать видеосъемочки. Поэтому 1 ноября мы сделаем живой поток. Но я не хочу с вами работать, если вы не прошли эмодетокс, потому что это то же самое, что трехлетку начать продюсировать. То есть неудобно, некого, некого. Это вот как наш сезон ключей, соли, реалити, одевать некого. Света пришла, я смотрю, там нет никто. Ну то есть мы не с кем работать. Ну какие ключи? Ну какая финишная упаковка личности и человека? Какая красивая самопрезентация? Какая упаковка для смыслов? Там просто нет человека внутри. Тушка заплывшая, побитая, пошарпанная, помятая, без понимания вообще, куда она бежит и зачем. Она в дикой истерике, она просто у нее крайнее состояние. То есть она в жестких вот этих эмоциональных качелях. Понятно, что мне в таком состоянии не нужны клиенты, потому что вы зря потратите деньги и время. И я зря потрачу на вас тоже время на мастер-майндах, и вы мне разжижаете группы. Пусть это будет меньше продаж. Вы знаете, что я не сторонник агрессивных продаж и гигантских запусков. То есть запусков, которыми бы я прямо хвасталась, как какой-нибудь Гусейн или Митрошина, у меня никогда не было. Это всегда очень средние деньги, но это планомерная работа с качественной аудиторией. Мне не нужны некачественные клиенты, потому что вы когда выходите на мастер-майнде, там для тебя обнять и плакать, и эта информация не для тех, кто пришел учиться, кто уже готов. Поэтому если вы будете совсем неподготовлены, мы просто все зря тратим свои ресурсы. Не покупайте у меня курсы, если вы хотя бы концентрацию не пришли. Концентрация — это база. Если пройдете эмо-детокс, вы гораздо быстрее уже упакуетесь, потому что, по крайней мере, у вас уже личные границы будут отстроены на момент старта курса. И будет с кем работать, вам в том числе. То есть, в первую очередь, самопродюсирование — это когда вы сами с собой работаете. И вот чтобы вам было с кем работать на самопродюсировании, вам хорошо бы найти грани своей личности, границы своей личности, подкачать софты, подкачать количество энергии, и уже запустить какие-то процессы метаболизма. Чтобы у вас скорость уже была, чтобы у вас уже вот это здоровое, приятное состояние на момент старта самопродюсирования было. Нет смысла упаковывать больного, болящего человека. Если вам больно везде, у вас нет сил. Но о каком самопродюсировании может, например, идти речь? Конечно, вы уже должны быть более-менее отмытые, цельненькие, там, откормленные, с, ну, хорошей базой и с каким-то ресурсом. Вот. Мне нужно, чтобы вы уже пришли крепенькие, здоровенькие, такие немножко тонусные. Если вы приходите в обмороке и в анемии эмоциональной, невозможно с вами работать. Курс достаточно дорогой, поэтому у вас хорошая мотивация приходить туда более-менее вразумленными. Так, если кто-то что-то хочет купить, топлинг, я думаю, знаете где. Не хватает прямых эфиров. Ну, знаете ли, прямой эфир — это целый час моего времени. Так что для меня это достаточно сложно. Я всё время на съёмках. То есть по факту у меня свободные только крайние 4 дня. И то я там огромные процессы какие-то решаю. То есть для меня свободный день — это когда я не сижу с утра до вечера перед камерой. Если я с утра до вечера перед камерой, это напряжённый день, потому что у меня скапливается много дел. То есть у меня бывают там съёмочные смены 9 часов. Да, это я должна быть в идеальном виде, с идеальной укладкой, с идеальным макияжем, говорить умные вещи без сценария, потому что я работаю всегда из головы, у меня нет никаких сценариев. При этом тебе там жарко, душно, ты ничего не жарёшь, бесконечно переодеваешься, куда-то переезжаешь. Нужно быть в хорошем настроении. Ещё контролить всю команду. Это сложная работа. Обычно вот в такие дни у меня потом копятся другие дела, потом я их ещё несколько дней разгребаю. Вот. Поэтому, конечно, мне часто не до прямых эфиров. Так. Пусть ещё вопросики. Я проходила... О, Лиза, привет. Я проходила сакральный маркетинг на VIP-тарифе. Запустила YouTube-канал. Скоро выйдут два выпуска с Радой. Да. Мы записали. Но мы же ещё запишем, да, с тобой, когда я у тебя беру интервью. Я хочу у всей... Ну, почти у всех из верхней группы взять интервью. Ну, потому что реально очень качественные девчонки. Как ни странно, ни у кого из средней группы я не захотела взять интервью. То есть у нас есть, ну, вариант, что мы кого-то поддерживаем после курса. Если нам кто-то прям понравился, мы видим, что кто-то дельный. То есть я уже давно никого не продюсирую. Мне жалко своего времени. Я занимаюсь собой, своими проектами, да, какими-то глобальными. Но вот девчонок из самопродюсирования, там есть такие крепкие игроки, да, уже у которых смыслы хорошие, метаболизированные. Мы вот решили их поддержать, и мы в сентябре или в конце августа, что-то такое, с Ларой пишем серию интервью с этими героинями. Там, наверное, будет где-то семь девчонок. Мы их в плейлист выложим на YouTube, чтобы понимать вообще, как примерно этот путь выглядит кухня, да, насколько это тяжело и сложно. Потому что многим сложно принять решение, или многие там наоборот думают, что это слишком сложно, или многие в утопе, что это вообще посмотрел, как сериальчик, и оно проросло. Поэтому мы будем делать прикладной материал, да, и девчонок тоже поддержим. Они тоже все что-то делают. Екатерина М. Супер вроде средний. Не знаю. Я думала про Судипти, но она мне на последнем мастерменде просто вообще такой ереси выдала. Я ее просто била потом эмоционально 40 минут, и она у меня рыдала. Можно в 100 раз. Шаг 1. Концентрация. Шаг 2. Эмоциональный детокс. Шаг 3. Или вы идете на продюсирование, или вы идете на гедонизм. Здесь вопрос. Но вообще я бы не пропускала никаких курсов. То есть или-или. Но учитывая, что по времени сначала мы запускаем 1 ноября самопродюсирование, там будет такое объемное знание по спиральной динамике, оно хорошо наслаивается на все сферы жизни. Вы поймете, кто вы, какие у вас приоритеты, какие ваши рычаги. Сможете проанализировать всех людей, которые вас окружают, свою работу, и вообще все ситуации отрефлексировать жизни, и уже сможете этим пользоваться. То есть это полезный навык. Я его даю максимально, наверное, глубоко из всех. Но я вижу, что сейчас, конечно, очень модная тема. Вчера разживала у Вики на канале девочка-маркетолог. Рассказывала про продажи по спиральной динамике. Думала, боже, какая свежая тема. До меня никто на широкую аудиторию это не подавал. А сейчас все посмотрели мои курсы эфира и побежали тоже срочно их преподавать. Я все-таки голосую за опытных преподов, у которых есть твердая ниша. Так что тоже, знаете, нужно выбрать, где это знание получить. И потом у нас весной гедонизм. Ну, если я плотно не уйду в какую-нибудь дикошарую внешнюю политическую деятельность, что вполне возможно. Возможно, у нас будет время провести в том числе и гедонизм. Я не знаю, в каком момент жизни я перестану вести курсы. От слова вообще не знаю, потому что у нас сейчас событийность в течение дня иксуется многократно. То есть там 4 дня назад мы, например, начали обсуждать возможность коллабы с Адгуру. У нас улетел представитель. Она сейчас в Ашраме. Вот. И мы сейчас обсуждаем первичное интервью или серию интервью. И если все окей, то мы сейчас вот просто спонтанно всей командой улетаем в Индию снимать эти материалы. Потому что мы сейчас запускаем параллельно экологично. Плюс я вошла в партию либералов. И мы сейчас начинаем из этого огромные проекты цедить. И в принципе на нас уже откликаются мировые топы. То есть он нам не сказал нет. Он просто сейчас нас изучает. Я думаю, что там или в ближайшие несколько дней, или в ближайшую пару месяцев мы войдем в хорошее сотрудничество и плотную команду. Поэтому я честно не знаю, сколько я еще это буду делать. То есть если что-то есть, у вас есть возможность. Не нужно ждать, что вы пойдете через год. Через год я, может, президентом уже буду. Поэтому тут как бы не могу ничего обещать. А в автокурсы смотреть не так интересно. Лилия Нилова, да, тоже спиздила у меня там свежие курсы. Но у нее с головой реально плохо. Я поначалу к ней очень лояльна была. Потому что видела, что ее раскладывают. То есть у нее по ходу там тоже какие-то эти вспышки идут. То есть у нее психика раскладывается. И мы ее уже очень долго держали. То есть два месяца мы прямо с ней разговаривали. Я вытаскивала из этих эмоциональных состояний. Потому что она была дико напугана. А в итоге человек просто пошел и спиздил мой курс. Она наебанатка. Со мной встречи. Я делаю встречи у Даши Соул. В сентябре мы сделаем еще одну встречу. Очень хороший формат. Там очень приятная площадка. Хороший звук. Всех слышно. Хватает воздуха. Приятная атмосфера. Освещение. Плюс мы делаем из этого видео формат. Мы это все снимаем. Потом аккуратненько монтируем. И выкладываем еще на YouTube. В том числе вы сможете свои же вопросы пересмотреть. То есть вы понимаете. Одно дело участвовать в мастер-майде. Ты там просто в каком-то экшене. Ничего потом не помнишь. Что там было. Сплошные эмоции. Но когда вы пересматриваете свой же мастер-майнд. Вы видите, что я вам говорила. Что вы говорили. И там уже как бы анализ глубже идет. Ну и плюс это поможет многим. Потому что чем больше я выкладываю бесплатных глубоких материалов. Каких-то полезного контента. Тем лучше. В принципе навязчивой идеи на всех нажиться у меня давно нет. Так. А, кто-то заметил мое новое кольцо. Да, у меня новая змейка. Будет ли встреча в СПБ? Нет, в СПБ не будет встречи. Потому что у меня нету повода сделать эту встречу. Ну то есть она мне просто незачем. Когда мы делаем у Даши. Вы платите депозит. Думаю, за счет этого оборотку по продаже в оффлайн-точке косметики поднимаем. Потому что мне нужно раскачать точку. Просто так читать какие-то программы на 20 человек. У меня никакой мотивации. Там 3 копеечки я зарабатываю. Как бы мне проще выйти в бесплатный эфир и продавать курсов. Поэтому у меня... Ну как бы если вы хотите оффлайн в СПБ, там я буду как Лилия Рах себя вести. Встреча с Лилией стола 100 ксов. И вот мы там сидели за столом в рейстике. Она провела с нами 3-4 часа. Все были счастливы. Но мне, честно, лень. Потому что придется развлекать их. Поэтому у Даши там вполне адекватный прайс. Вход был 20 тысяч. За 20 тысяч мы очень глубоко, где-то 3-4 часа пообщались. Плюс еще видеозаписи. Я с этих денег оплатила. Там серьезная работа. Там несколько операторов, режиссер. То есть мы хороший качественный материал потом выкладываем. Можно будет посмотреть его. Поэтому здесь вопрос мотивации. Я не готова в оффлайне ни с какими людьми коммуницировать. Ни за какие деньги, от слова совсем. Максимум вы можете купить онлайн-консультацию. Полтора-два часа это 200 ксов. Я их очень редко продаю. Только очень цельным и подготовленным личностям. Или приходите на общие мастер-майнды. Я не способна сделать что-то мелкое. Я способна только массовое. Причем мне проще сделать бесплатно массовое, чем за большие деньги что-то единичное или мелкое. Потому что с деньгами у меня много лет нет проблем. Вы меня никак не замотивируете. Контакт в оффлайне меня очень утомляет. Потому что чаще всего это люди все-таки... Ну то есть половина очень приятные, а половина просто не в себе. То есть часть людей, которые приходят на эти встречи, они жестко не в себе. Или они мной одержимы, или они хотят стать мной. Или они хотят меня пощупать, потискать там. Короче, они что-то от меня жестко хотят. И такого горизонтального отношения с ними я не ощущаю. Они меня дико высаживают. Потому что я ни в каком случае не готова с ними в какой-то глубокий контакт зайти. Понятно, чем выше чек, тем приятнее аудитория. Но тоже я не очень люблю продукты за высокие чеки. Потому что я в принципе не люблю высокие чеки. То есть мне нравится какой-то доступный массовый продукт делать. Но единственное, где я готова это делать, это вот мы делаем вип-группу на ключах. Они два раза в год. И у меня будет вип-группа на самопродюсирование. Потому что туда крепкие девчонки заходят, которые в тупике. И их нужно чуть-чуть пододвинуть. Так. Или еще и донат помогает угрожать энергетическим пиздецам. Ну так а зачем вы на нее подписаны тогда? Вот у меня к вам большой вопрос. Вы же на нее как-то все подписаны? По-моему, вполне очевидно, что никакой супер-инфы, какого-то супер-глубокого опыта у нее нет. Я вот уже у нас был на эту тему эфир соли. Смотрите наличие твердой ниши. Вот человек вас учит чему-то, да, и он обещает вам какую-то инфу прикладную. Не просто сериальчик посмотреть, мыльный, хотя такой тоже аудитории много. Где он его получил? То есть если тренер просто тренер, то у меня к нему много вопросов. У любого должна быть твердая ниша. Вы должны или что-то производить параллельно, или у вас должна быть какая-то основная профдеятельность. То есть, например, мы с Олей вели этот эфир, да, и понятно, что Оля 20 лет на телеке работает. То есть она же журналист профессиональный. И она брала интервью до того, как появился интернет. Она брала интервью до того, как у нее YouTube появился, да. Человек написал книгу самостоятельно, без редакторов. И она каждый день вот в этой деятельности. То есть это гигантский пласт работы, который человек выполняет, кроме того, что ведет курсы. И она ведет курсы в свободное время. Это мало. Ну, то есть мы два делаем запуска в год. Мы на этом условились еще три года назад, что больше мы не будем делать. Иначе мы не сможем свою основную работу выполнять. И у нее есть вот эта вот отдушина, да, и ее книжный клуб. Все, больше никаких курсов она не продает. И это приятно, потому что вы понимаете, что, во-первых, человек точно по своей вот этой основной крепкой ниши вам дает инфу, да. То есть Оля точно человек, с которым можно читать классическую литературу и обсуждать ее достаточно глубоко. Она точно может преподавать софты в плане коммуникации. Сто процентов. И то, что она не является экспертом в других нишах, она это и не продает. И это классно. Когда вы смотрите на меня, у меня холдинг по производству косметики. У меня там хриллярт, недвижки, да, как хобби. То есть у меня есть там какие-то прикладные земные вещи. У меня есть куча благотворительных проектов, там у меня куча меценатской деятельности. Плюс вот сейчас этот проект «Ключи». Это я команду говорила, это была моя идея. То есть я настояла на том, чтобы мы сделали отдельный канал выделенный. Я делаю кучу проектов, да, в том числе и производство. Это супертвердая сухая ниша. При этом у меня достаточно крупная оборотка. То есть мы сейчас занимаем уже 3% от своего сегмента. Может быть в рамках рынка это ничего, но вообще вблизи выглядит очень мощно. Это большой объем. И твердая ниша позволяет мне получать реальный опыт. То есть реальное общение с людьми. Потому что у меня есть мои союзники, с которыми я работаю, партнеры. У меня есть реальные воплощенные проекты. И я никогда не проебываюсь. Если я говорю, что я что-то сделаю, я всегда это делаю. Всегда. У меня не было проебанных проектов. Вообще вы их просто не найдете ни с какими сыщиками. И это важно. То есть человек должен быть в профессиональной деятельности. Он должен быть погружен в решение реальных ежедневных проблем. Потому что это держит человека в тонусе. У него структуральная информация. И он вам не какой-то чужой опыт предсказывает, а свой. И когда вы идете кому-то учиться, у человека есть опыт реальный. У него есть какая-то твердая ниша. У него есть профнагрузка ежедневная. А что он делает, кроме того, что он рассказывает курсы? Ну вот давайте, большинство блогеров, которые продают вам курсы, они рожают детей каждый год, чтобы держать фиолетовую аудиторию. Они бесконечно худеют, опять же, чтобы бежевую, фиолетовую, красную аудиторию держать. И продают вам курсы, которые они даже не создавали. По похудению. Или по медитациям. Или еще что-то. У них нет глубоких профессиональных навыков в этой сфере. Нет каких-то околопрофильных образований. У них нет бизнеса. И там много вопросов. Я понимаю, что мы можем сказать, что вообще-то у Лерчик есть бизнес по косметосам. Но выяснилось, что Лерчик спиздила полностью курс у этого Гусейна Хасанова. Слово в слово. То есть там просто копипаст. Походу у них был один и тот же продюсер, который сам составил этот продукт и продавал и с Лерчиком, и с Гусейном. Поэтому мы не можем сказать, что это какая-то ее экспертность или еще что-то. И здесь просто смотрите, насколько человек вообще как бы в реальности что-то делает. Чего вы подписаны на эту лилию, если она нихуя не делает, кроме как продает вам пизденный курс. То есть к вам тоже вопросики. Вы как потребители голосуете рублем. Вы голосуете рублем. Это тот вопрос, который я на эко-тему сейчас вещаю. Да, кто-то производит это ебанутая ферри, там доместес и всякую хуйню, от которой у вас выпадают волосы. Но вы же за нее голосуете рублем. Что вам мешает чуть-чуть углубиться и перестать говно-йогурт покупать из какой-нибудь гаровой камеди в перемешку с глутаматом натрия и какие-нибудь сульфатные силиконы за вашу денежку личную, на которую вы потратили время, силы, внимание и какую-то вашу экспертность по жизни. Вы голосуете рублем. И у вас тоже есть очень мощное вот это вот, ну, это электорат по факту, да. Вы избиратели, вы избиратели любого продукта, вы избиратели тренера. И не надо говорить, что это богатенькие люди, произвели эти какашки, заставили нас их купить. Мы бедные, несчастные, маленькие детишки тупые, у нас не было выбора. Какие мы несчастные? Миром управляют 3% каких-то 5 еврейских семей, да. И вот все от них зависит, и в том числе вот эти вот все 97 оставшиеся. Это очень глупо. Вы всегда голосуете рублем. У вас есть вот прям железо-бетонная валюта. Вы голосуете рублем. То есть вы сами выбираете, за кого заполнить бюллетень. У меня вот сегодня день стирки, вся кухонная эта поверхность заставлена синергетиком. Ну, то есть у меня синергетик, мейн-либы, по-моему, да, как-то это так звучит. И раньше я еще фрог часто покупала. То есть у меня нет давно химических, например, моющих средств никаких дома. Я на фроге сидела еще, когда у меня там ни на что денег не хватало, но я все равно уже покупала фрог, чтобы не стирать ничего каким-нибудь там, не знаю, порошком орель. Потому что очевидно, что это жесть. И так во всем. То есть вы можете выбрать, чуть-чуть включив свою наблюдательность. Для этого нужна там, ну, 4 минуты концентрации пригоделись бы. Так. Беликова пока для меня не прозрачно. Что-то меня смущает. Ну, не знаю. То есть она дает какую-то вот эту мечту. Но по факту у Саши тоже нету твердой ниши. Мы знакомы лет 5. Ну, то есть мы познакомились на Бали когда-то давно. У нее тогда был кризис, она все закрыла. Меня в ней реально смущает то, что у нее нет твердой ниши. Никакой. То есть единственное, что она делает, она бесконечно тестировала, какие бы курсы продавать и как. То есть как маркетолог у нее есть, конечно, навыки. Но у меня тоже есть навыки маркетолога. Я же как-то продаю все, что произвожу. Но я что-то произвожу. Не только инфу, не только воздух продаю. Я все-таки фанат твердой ниши. Даже с Полиной мы там последние месяцы вели разговоры. Говорю, Полина, сделай твердую нишу. Сделай твердую нишу. Это важно. Потому что это фидбэк, это бэкграунд. Это доверие. И это абсолютно другой тип мышления. То есть от того, что у меня там производится три бренда косметики, у меня холдинг. То есть это гигантская работа каждый день. Это у меня уже столько торговых площадок, что мне кажется просто, ну как бы вот все. Мы уже там выходим сейчас активно на Саудовскую Аравию и в Дубае. Это ну очень-очень быстрый рост. Мы невероятно быстро растем. И кроме этих трех брендов у меня еще 20 проектов, которые я веду. И это совершенно другая закалка. То есть мой мозг не сравнится никогда ни с каким мозгом, ни какого бизнес-тренера. Потому что у меня очень большая серьезная твердая ниша. Не только в банках, но и в каких-то жестких реализованных проектах. То есть есть ли у Саши какие-то реализованные проекты, даже может быть это не производство какого-то плотного материала, но какие-то крупные реализованные проекты, что она придумала и сделала. Кроме того, что она что-то продает как маркетолог. Вот здесь вопрос. Поэтому я часто не потребляю продукты чужие. Я не знаю до конца, что там. Но для меня показатель. Есть твердая ниша. Мне человек интересен. Нет твердой ниши? До свидания вообще. Мне по херу. Какой бы ни был там, блядь, огромный запуск, гигантские ячейки, все эти раздутые оранжевые истории про инфобиз. Мне по херу. У Саши Митрошиной нет твердой ниши пока что. Она меня никак не интересует, даже если она сделала запуск с Нелли на 65 миллионов. К тому же Нелли я знаю лет 15. Очень скользкий персонаж. Нелли в свое время уехала из Екатеринбурга, потому что просто ее все хотели убить. За ней просто охотились. В итоге она как-то вышла на Сашу, и вот теперь они две звезды. А по факту там бесконечные эмоциональные качели. Нет никакой твердой ниши, которая бы успокаивала, в том числе, устаканивала человека. Потому что инфобиз – это очень тонкая материя. Это то же самое, что в эзотерике задержаться. Эзотерики тоже должны какую-то твердую нишу. Они должны хотя бы йогу преподавать по утрам, но делать что-то физически. Потому что иначе все у них, кукуха разлетается. Они переходят вот эту грань понимания реальности. Поэтому никто из них меня сильно не беспокоит, не интересует. В свое время очень классный материал давали «Бизнес молодость». Я у них по молодости училась, но у парней у всех была твердая ниша. У них там от цветочных магазинов до бесконечных стартапов. То есть какие-то дольше, какие-то меньше. Но видно было, что они через реальный опыт эту инфу получают. И тесты реальные. И это классно. И я не могу их осуждать, например, как бы к ним все не относились. Но я точно знаю, что у обоих ребят были твердые ниши. Поэтому это показательно. Как только у Саши Митрошиной появится ее супершкола танцев. Может, она уже появилась. И я думаю, что это будет совершенно другой человек. Это станет уже более интересным. И она выйдет из вот этих, ну, каких-то просто пустотелых инфопродуктов. Да, по факту это все накачка. В какие-то уже более крепкие, цельные, стоящие продукты. Вот, поэтому я жду, когда все уйдут просто в твердую нишу. Тогда я смогу спокойно смотреть вообще на инфобиз в целом. Почему бы мы шли с рынка России? Они слишком быстро развивались. Они перегорели. Здесь очень важно делать медленно. То есть, например, я расту очень медленно в инфобизе. И я осталась дольше, чем многие, кто начинал со мной. Например, очень многие имена, вот за эти пять лет, которые я работаю с командой, они вышли с рынка. Потому что у них вот эта дико-шарая, да, агрессивная продажа, быстрее, они такие накаченные. Они переразгоняются, у них начинаются эмоциональные качельки. У них слишком быстрая скорость. И на высокой скорости сложно справиться с управлением. У меня команда девочек. У нас 13 девчонок, у нас бурюзовая организация. Мы идем очень медленно. Мы никого там до истерик не доводим, себя в том числе. У нас нет таких гиперзапусков, да. То есть, у меня не было запусков выше 23 миллионов. Ну, и то вот 23 миллиона пополам. И я делала прошлой весной на 22 миллиона сама запусков. Это не какие-то самые крутые цифры в инфобизе. Но я работаю уже пять лет, прямо работаю. Четыре года до этого я готовилась к этой работе, тренировалась. То есть, в общем, прослойки у меня где-то девять лет до погружения в маркетинг инфобиз. Погружение у меня как препода началось где-то с 20 лет я преподаю плотно. То есть, я в оффлайне, наверное, лет 15 преподавала, прежде чем я ушла в оффлайн. Ну, там где-то нахлёст был. Да, то есть, параллельно это было уже и онлайн, и оффлайн. Поэтому... Так, сейчас, ладно, прочитаем. Думаете, а я со своим лайк-центром тоже перегорит? Но вы же знаете, что я за очень много твердой ниши. Я просто не знаю, насколько он соучаствует, но у него вот эта франшизная тема, что они бесконечно тоже пробуют. То у них кафешки, то у них заправки, то ещё что-то. Я думаю, что это в том числе даёт им базовую рабочую актуальную инфу, как вариант. Поэтому он, наверное, так долго и так мощно растёт. Это круто. То есть, например, там, почему Лена, да, перегорела Блиновская? У неё не было вот этой твердой ниши. То есть, она вот продавец вот этого какого-то счастья воздуха. И это очень часто шаткая ситуация. То есть, проще быть наполовину бизнесменом, где-то делиться опытом, нежели полностью уйти там в одну или другую нишу. Вообще разнообразие даёт более образованного эмоционально-интеллектуального человека, более объёмного и устойчивого. Если у вас только твёрдая ниша, вы тоже можете загрустить. Вам нужна ещё какая-то отдушина там или более лёгкая сфера. Ну, это мы уже всё на самопродюсировании, да, вот этот весь баланс бизнесмена в природе обсуждаем. Так что, если кто-то на самопродюсирование собирается, или вы заходите на концентрацию, чтобы быть уже в порядке, чтобы смочь взять эти знания, или вы идёте на эмодетокс и потом сразу переливаетесь на самопродюсирование. Всё, у меня закончился час. Всех люблю, всех целую. Эфир сохраню. На YouTube положу.